Выбирать героя. Очередь Team Liquid выбирать героя. Продолжение следует... Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Добрый вечер, друзья. Мы вновь в прямом эфире. Продолжаем смотреть за Евроквалами. И именно сейчас мы с вами будем определять, выявлять и смотреть за команды, которые, возможно, отправятся в Китай у нас, если выиграть данный матч. Team Spirit ли это будет? Будет ли Team Liquid? Узнаем совсем скоро. По-прежнему для вас у микрофонов работает адекватный Майлшторм. Поехали. Поехали. Хайп, хайп, хайп. И просто представьте себе, представьте себе, что Габлак может сейчас взять Рамзеса, взять Авторлайфа и просто повести на крупнейший лад. Ты так сказал, как будто ты это можешь сделать по ГГ. Нет, он реально может просто взять и молодых привезти на крупнейший лад. Я, вот честно, конечно, вам не могу сказать про историю Рамзеса, например, на про-сцене Авторлайфа. Я знаю, что они очень давно играют, но я точно знаю, что на крупных ладах эти ребятки еще не были ни разу. Ну, Рамзес-то, он вообще супермолодой. Ему когда там? В 8 лет он выступал бы на крупных ладах. Ему там 16 лет, по-моему. Ну, то есть, как правило, до этого, ну, то есть 15-16 это как раз старт карьеры. Сумаил в 15 начал, в 16 вот Рамзеса мы видим. Там только что в Твиттере, я не знаю, после первой игры, вот как раз вот про Тимберсо, вот это вот, что он там закончил, первый свой турнир выиграл с никнеймом Тимберсо, там кто-то... Пила, Миша Пила, что-то, что-то такое у него там было. Что-то типа того. Пилосо. В общем, очень молодой игрок, но очень талантливый. Ну и, собственно, все, такой хороший плав опыта и... Холодость и опыта получать. Холодость и опыта, да. Потому что тут посмотреть, Каблак и Флай, они вообще динозавры такие, у них с них уже сыпятся, что называется, да, ну просто сильно старички в доте, все повитали уже, просто по словам покатали. А вот молодые, молодые еще пока себя не проявляли на крупнейших кланах, так что посмотрим, удастся ли, во-первых, Тимспирит пройти. Тимликвит это раз, во-вторых, Тимликвит, конечно, противник не самый простой, все-таки стоит отметить, что проявляли себя на квалах очень круто. Также Ликвиды, по мнению многих, должны были получать прямой инвайт все-таки на этот шанхайский мажор. И сейчас к уроке вместе с вами коллективом, во-первых, уроки отдается это раз, а во-вторых, к уроке вместе с вами коллективом пытается показать, что все-таки зря их не позвали. Ну и это ФБ, ФБ, вот так вот первый как начинает Тимспирит, забирают загулявшую немножечко Венжифул, неплохо, неплохо получилось, ну и, наверное, есть смысл быстренько пройти по составу. Давайте поглядим, начнем с Тимликвит, итак, на оффлейне стоит Матумба Мэн, к нему будет подходить к уроке, сейчас после респауна на Венжифул Спирит, Джек Рак сыграет по своему фирменному Мерф Спирите, мы видим. Дива, крат-таки, сейчас в миде, но стоит Фата на Бремастере, ну и, собственно, Майнд Контролл будет играть на Дарк Серии в легкой. Да, мне и команда Тимспирит, Габлак на Тринте, Рамзес на Герокоптере, Айсберг на Outworld Devourer, Always One of Lie на Бэйне и Afterlife на Никс Ассасине. Интересная расстановка линии, то есть Ликвиды решили отправить свою даблу на топ, ну пока это вообще соло Ликантроп, который он должен... Не хочет он против Герокоптера стоять, тут все, в общем-то, понятно. Уже не первый раз мы видели, как он страдает. Естественно, Эрспирит с Венгой... Ну, Эрспириту нужно получать вначале немножко левела, теряют сейчас некоторое время, но посмотрим. Пока что очень хорош был Эрспирит от Джерекса, и как Статсмен нам в Твиттере подсказал, 8 игр сыграл, 7 игр победил, единственное поражение от LGD. Но надо понимать, что все-таки LGD это команда очень серьезная, несмотря на то, что их не позвали на этот мейджор, они уже отобрались и очень уверены в Китае. То есть они такие, ну, топ-4 китая держит уверенно, а это хорошо. Да, фронт-экстеркюты, все верно. На флайве, в то время перехватывать Курьера. Точнее, перехватывать Руну собирался. В итоге встретились, немножечко разминались по способностям есть с Engeable Spirit, ну и разбежались в разные стороны. Кто куда. В общем-то, что мы видим пока. Вообще, на самом деле, довольно интересно, потому что Ликантроп это тот герой, который должен стоять на легкой, стоит на сложной. Герокоптер тот герой, который должен стоять на легкой, также стоит на сложной. Задоджили друг друга гирокоптер или лекотроп в итоге получается И несколько сумбурный старт по линии, во всяком случае, для меня Потому что я вижу, тут майн-контрол вообще при поддержке двух суппортов стоит Это Дарксир, если что И вот пошла перетяжка Ну вот наконец-то мы с вами видим что-то более-менее адекватное, уже понятное Потому что Матумба Мэн будет стоять внизу И так, а вот так, а сейчас может быть Ну и здесь должны умирать сейчас, ребята, и Steam Spirit Принимум один точно, флай там замедляют Там на Балдере хорошо Дарксир, у него врывается, есть вейв Это минус, ну и Рамзесли забирает уже пока ничем Да, хорошо здесь все расконтролил В итоге забирают килл Но продолжают ликвиды показывать, что они очень гибкие Практически в любой ситуации Вот как бы им не было тяжело Они всегда находят возможности как-то вот расставить линии так Что потом нормально более-менее играют И видимо, что в итоге из-за этих перетяжек у нас здесь дабла Вроде бы неплохая дабла Бейн плюс гирокоптер Но опять же против триплы сражаться тяжело Под хавль, под террор, встанчик, закатывающийся эрспирит Можно забрать Ну вот такое сегодня мы уже видели от спиритов Как раз-таки дабла идет в хард И там не подходит к ним вплотную каблак Потому что стоит в лесу и с помощью анталона фармит крипов И дает ливинг армор краски для харды В принципе, такой вариант уже использовал Steam Spirit Проявили они себя там в принципе неплохо опять же Ну какие есть плюсы? Плюс, во-первых, в том, что каблак Он независим от своих тиммейтов Он спокойно ворует эксперт у нейтралов Уже практически четвертый уровень Всегда может помочь кинув в ливинг армор Из минусов, конечно, то, что гирокоптер на харде Может быть и не будет иметь хороший крипстат Все же это хард лейн, как ни крути И, конечно, полный порядок у Автолайфа На легкой все-таки он стоит На этой самой легкой линии против Тарксира Может быть герой для него не самый приятный Однако это все-таки не против триплы стоять Это все-таки линия хорошая Рядом Тавр Так что должно быть все хорошо Я думаю, что Автолайф возьмет шестой И как раз-таки они чуть помешают Ликану в начале Потом гирокоптер стянется И начнет нормально фармить А Автолайф в этот момент будет пытаться гангать как-то Спейсить Вообще-то, то есть до ловла шестой Не так много осталось, появится биндет По мячу из половины уровня Есть уже Аркейн Бутс Что позволяет ему готовиться Все-таки монозатратные у него способности Как ни крути Импейлы, моноберны, карапаси Тоже активно моноберт использует против майн-контрола И страшно ему, ибо есть Солоринг Все всегда будет в порядке Что у нас в миде? В миде Брюмастер 16 на 0 у него крипстат стоит против Айсберга И Айсберг показывает, как он крипочком здесь умеет хорошо фармить Показывает топовый КС на карте 27 на 13 Он, конечно, выигрывает у Брюм Линию Понятное дело, что мельвишник вот такого плана Довольно тяжело ему стоится против нового отпола Деваура Да, надо сказать, что Деваура действительно хорош Я вот, ну, приведу такой простой пример В попсе разок мне попался за последнее время Если раньше там приходилось на нем вспоминать там все фишки И было очень тяжело То вот последний раз я там играл последнюю игру перед сном Очень сонный И просто, ну, даже особо не собираясь Как-то всех легко очень убивалось Ну, видно уже, что герой сильный Так, Уловс Ваннафлай не дают отхилиться Он так и не смог, по-моему, заюзать свой Брэйнсап В любом случае его разрывают Нет, даже заюзал Брэйнсап В этот момент нападения на Эрспирита Эрспирита убивают Башню силы тьмы на верхней линии атакуют Да, хотел я увидеть Ливенгармор на краски байне Чтобы жил подольше Но там кулдаун был Габлак на кого-то успел тратить Не знаю, мид часто сейвит айсберга Видимо, да, видимо, туда был потрачен Ливенгармор Но вот удалось лигать им сделать довольно быстрый килл Ну, ответили, ответили, да, хорошо Каблак сместился Контролируется рун Тереним фата За счет клэпа Обгоняет таких облака Напрямой, так, вразрез к нему пошел И в итоге руны есть И бот-пу полный Отлично, есть пока первые размены Счет 2-2 у нас Не подключаются оффлейнеры Ну, соответственно, мы, конечно, ждем первых подключений Именно от Афтолайфа И вот он уже винти эти А тут флай И майн-контролы можно убивать Пошел слип С подкопчиком Можно начать Хочется с удара, конечно, чтобы демеды побольше Заряд карапасе Брейнсап Пробили с руки 25 хп Да ладно Жив Контрол Бежать, бежать, бежать Флай Сейчас будет Но он заходит на горку И в итоге ускоряется 15 секунд Нужно отдаваться на крипах Перебегает Боже мой Крипы заблочили еще К тому же От волков Думал, что не погибнет Ой И не успел кентавр-захватчик Его тоже забрать Но успел бы им подойти Да, не знал, что здесь проел ветку Габлак Если бы знал Он по-любому метнулся в этот уголок Его прогрызли сильно волки И все-таки забирают Но Временем немного потратили Габлак, кстати говоря С аэрон талоном Как ты уже отмечал Не первая его игра Но он сильно вырывается По крипставу Среди саппортов Да, в итоге получается Как бы не саппорт Пятой позиции А, это такой Семи лесник Вообще, который Пятый лавн Гирочный Снизу нападение Лекан уже с ультой Нападает на него Рамзесу больно Очень больно Рамзесу Съедает его В итоге Лекан Хорошая атака Опять Earth Spirit Опять его реализация Казалось бы Подцепить здесь было Слишком тяжело Но С помощью вот этого Болдера Ролинг Болдера И потом Соответственно Болдер Смэша Удается застанить Подбегает Винга И здесь уже Лекан ворвался Опять, по-моему Кабака был кулдаун На Ливинг Арморе Вроде не вешал На Гирокоптер Возможно Ну, вот что-то Как-то пока не получается По таймаму кидать Какие-то самые бафы И сделали Хорошие киллипиды Очень хороший фраг Полезно убивать Гирокоптера Все-таки он Не постанирует себя Как на фрифарме Персонаж Но в любом случае Крипов-то бьет Ну, пока что Все поровну Перетягивается на то Прям заст Теперь получше Дела будут И автолайф Ну, вот начинается Его побегушки По всей карте Надо ловить Надо убивать Прекрасно понимаешь Что спейс Нужен для своих тиммейтов Вот Фата Убивать, наверное, не хочет 1000 хп Нет, подходит сюда Улзенамфлайс Сейчас должны убивать Вот, как раз-таки Подкоп Дают подкоп И Фата Не успевает разложиться Его забирают Очень поздно Сюда перетягиваются Вот даются забрать УД УД очень сильно Проседает от волков Ну, все сделал Брюмастер Для того, чтобы выжить И дать праймал сплит Юзал стики Стиков было много Однако ультимейт Волт Вар Сколько количеств дэмодж У него с Айсберг Да, там Чуть-чуть не успел Спирит Если бы Спирит Дал свой стан То Брюмастер, конечно Б разложился И там, на самом деле Могли и двух убивать А то и всех трех Ну, как минимум Одного бы точно забрали Ну, хороший ганг Получается Забирают Брюмастера На самом деле Да, очень маленькая Тут буквально Там за каждый фраг Оно то вперед То назад И вот Брюмастер Самая Ой-ой-ой Какая атака И... Саленс Праймал сплит Что делать? Себя И Ливинг Армор Слушай, он сейчас Останется без здоровья Причем очень быстро Это делает Приходит Герокоптер Надо бы дать колдаун Идет дальше У нас Фата И Айсберг все еще жив Айсберг все еще жив Айсберг выживает А вот проблема Возможно будут у Фаты Приходит Габлак Да, встречаются Слипом Габлака Есть Овергроун Кидается колдаун Лич сик Фата Иди сюда родной Питером его принимают Ну что ж Отличный сейф И отличная реакция В исполнении тем спирит Ну немножко переоценил Свои способности Здесь Джеракс Он конечно накатился Очень здорово Издалека И виден был потенциал Этого спирита Насколько он Может ворваться Издалека Несмотря на то Что артов нету Но будь рядышком Венка Которая бы дала Стан Было все гораздо интереснее Ну в итоге Забирают брюмастера В очередной раз У фаты Большие проблемы И сейчас действительно Сильно начинают Проседать Ликвид И тем спирит Выходят вперед Самое главное Что получается У них вот на этих Перетяжках Вылавливать противника То есть все ганки Практически были успешны Тем спирит Подключался Никс Как-то делал ТП гирокоптер И все не просто так То есть день Который не тратили на ТП Условно На потерянное время Они компенсировали И это в принципе хорошо Видим что Автолайф У нас левел восьмой Уже получает Оставляет нижнюю линию Очень много различных Ротаций по карте Да и гирокоп тоже Несколько раз линию менял Но до мейна Сейчас атака Джеракса Подтягивается Майн контрол Айншелл Клдаун А Олдис Вон офлай Жив Бейнтап Им тоже думали Ликвиды Что уже сделали килл А нет Жив то флай И приходит автолайф И Джеракс По-моему отъедет Сейчас получает подкоп Минус Дабл килл Делает Рамзес Как же сейчас ошибаются Ликвиды Ну на ровном месте Сики Файрифайры Все это помогло Флайу подхилиться Вместо того Чтобы просто до конца Его дожечь Оба побежали в сторону Вот так вот По мелочи По мелочи Уже очень большое преимущество Отдают Кони Команде Спирит Пока что все хорошо Ну и причем Если мы посмотрим На какой-то лейт Вот этот ОД В сочетании С тем же гирокоптером Они вдвоем Очень сильны А здесь Ликан Брюмастер не является Жестким героем В лейте Все таки Его духи Слабоваты Но все же да И при этом Мы понимаем Что есть такой чудесный Персонаж Как тренд протектор У которого будет Аганим Который будет Почти по всей карте Держать Ликантропа Даже в БКБ В корнях И очень долго Будет это делать Так что Проблем Здесь сульквит Возникнет еще и на поздней Стати Не говоря уже о том Это вообще жесть Да не говоря уже о том Что у них сейчас Уже траблы какие-то Не доигрывают Чуть где-то Где-то ошибаются Где-то отлично действуют Конечно же Темспирит Суммарно Все это выливается На 12 минуте Преимущество В 3000 монет При том что Вышки вообще Не сносили То есть 3000 чисто Фрагов и фарма Ну вот Переходят Ликвиды Как раз таки В легкие подпуш Есть у них Ликан Который С волками Поломать Тевра Может Довольно таки бодро Включают Правда Ливенгар Мор Глифа уже нет Вроде как-то Хочется засейвить Боится Боится Матумбомэн Кто-то придет Сбивают Очень быстро В итоге Последняя штичка Нет Матумбомэн Слишком Большой дэмэдж У него Забирает Этот тавер Минус тавер Ну вот Это первый Такой положительный Момент Для Тим Ликвид За последние минуты Продакт из Горова Хороший вард Старит у Тим Спирита Обратите внимание Видно Перемещение Здесь Насходящихся героев Джеракса И майн контролла Готов После чего И нападать Защищаться Вот Автолайф Вообще Находится Сейчас Со спиной Рамзес Он байтит Говорит Ребят Врывайтесь На геркоптер Сейчас поговорим Пойдут ли Джеракс Правда Без хп И это верная смерть Конечно Идти под Кулдаун Джеракс Скорее стоит Здесь Сейвить Как раз Майн контрол Они боятся Сами Что к ним Кто-то Придет Вард Конечно Хороший Дает Все Понять Но Так уж Много Он Не дает Вот Именно В данной Ситуации Пока просто Стоит Земля Земля Кстати Скоро Будет Шестого Левела Пора Боже Потому что У спирта Дела Вообще Плохи Джеракс Вот Например В отличии От того же Ну не знаю Бэйна Другого героя На этой карте Он плохо Прогангл У него 1-2-3 И самый Слабенький Нитворс Игра Не особо Хорошо Пошла Воды Скоро Уже Будет Рот Фатус Не забывайте Что на фрифарме Находится Айзек По-прежнему Медлинию Особо Не покидает Фраг Один У него Имеется В активе Нитворс Топовый В своей команде Ну и там Немножечко Уступает Адли Контроп А Брюмастер Вынес Блинк И Ну довольно Рано Он вынес Несмотря на То что 0-2 Смог Зафармить Надо бы Реализовать Надо бы Куда-то Запрыгнуть И как-то Хорошо Разложиться А вот Куда запрыгивать На ОД Не хочется ОД Толстый Плотный У него Полторы тысячи ХП Хочется Другого героя Найти А других героев Не видим Потому что Вижен На самом деле Все видно Волки Разведают Понимают Где находится Тренд Но напасть Тяжело Все видно Но на ОД Начнешь нападать Он спокойно Себя закинет В астрал Придет Тренд Придет Гирыч И уже 5 на 5 Драться Совсем Не хочется Все таки Ульта Бремастер Не дает Так много В этой игре Вот пока Что Вот так Собираются Где-то В пятером Втроем Ищут Ищут Возможности Может быть Разобьют Смоук Который Есть у Венги Все же Хочется Конечно Блинк Реализовать Как-то Туда-сюда Действительно Просто Бегают По своему лесу Взад-вперед И не могут Придумать Что же Сделать Как же Поступить Ну вот Вроде бы Определились С выходом На топ Смоук Нужно прожимать По-раньше То это Варда Очень хорошо Прожали Вовремя Да Вовремя Действительно И земелья Стоит Дает Стан Закатывается Пошел Геомантий Гриб Его конечно Сейчас будут Разрывать В итоге Разрывают Земляного Спирита Рамзес Не успевает Ничего Костануть Да И Рамзес Забирают Здесь Перетягивается ОД Его подняли В воздух Также могут Найти Никс Асасин Опускают ОД ОД Себя прячет Ликан Бежит Ликан Использовал Ультимейт Ультимейт Питиконик Заканчивается Бойна Терлих Очень быстро Стирают ОД Трента Подняли В воздух Он не успевает Распостоваться Трент Дает Ультимейт Он абсолютно Один Замедляют Трента Пивасом Замедляют Клэпом Минус Четыре Какая Атака От Ликвида Браво Фата Браво Фата Он Сейчас Время Действия Первого Праймал Сплита Столько Всего Сделал Он Так Качественно Держал В дизебле Противника Вот эти Юлы Бесконечные Нельзя Сделать Оверкроу Нельзя Там Удэ Как-то Помочь Своего Ультимейта Подстраховать И все Время Был Фата Вот Это Просто Очень Качественная Игра Была Хорошее Исполнение В результате Ликвида Выигрывает Очень Важную Драку Переворачивать Сейчас Всю Экономику И Этому Чуть Улетала Да Графики Ушли Теперь В их Пользу С Минус Две С Повин Тысячи Плюс Две К себе Вспоминается Песня Эдуарда Сурового Немножко Перефразирую Если Долго Смотреть На Earth Spirit Можно Отгрести Люлей Они Смотрели На него Две Минуты Пытались Его Ну Тем не менее Все равно Все Довольно Таки Неплохо Пытаются Тем Спирит Зайти На Рошана Понимая Что Сейчас Все Потратили Нет Ультимейта Брюмастера Ни Ликана Ни Earth Спирита Вот Он Только Сейчас Появляется И Все Рошан Забранный После Проигранной Драки Также Они Могли После Выигранной Драки Его Забрать Потому Что Тоже С Полов Не Было В любом случае Забирали Айзбур Видимо Стреливает У него Четвертый Аркенор Прокачка Дамбутен Штрашан Фадает Очень быстро Тогда Забирает Себе Айгис Ликвиды Подкрепили Выигранную Драку Путем Сноса Ставра Спирита Просто Восстановили Собрали Айгис На халяву Что Называется Флайк Уже Нас Три Атаки Флотом Бомена Видит Сомощь Нужна Медалька Так просто Не забрать Кричит Просто Ребята А мне Помогать Надо Нет Ну ладно Не хотят Идти Далеко Идти На самом деле В этот лес Могут быть Варды И без Смока Особо Не зайдешь Бремастер Медасик Себе покупает Ну Судя по всему Причатка Есть Я бы Почитал Стату Кстати По поводу Статы Последние Два патчи Гира Против Ликан 11 Игр 2 Победы Да Ну Собственно Уже Отмечал Я по ходу Этих Квалификаций Что Да и Статсмена Не раз Что Герокоптер Очень хорош Против Ликана Очень Так Ну и Собственно Никс Против Дарксира 44 Игре 25 Побед Ну Это Такая Не такая Яркая Статистика Так Там Вроде бы Оба Оффлейнера Конечно Но При этом Все таки Все таки Немножечко Не то Вот Герокоптер Против Ликан Будет Можно еще Посмотреть Прямо Смоках Тем временем Заходят Аккуратненько Подпушивать Мидс Собираются Все ультимейты Есть Несмотря на то Что у соперника Аегис Это их вообще Ни разу Не пугает А просто Идут Ну Понимая Что против Тринта Нужно быстро Разбираться С товарами Иначе Очень Интересная Позиция Эрспирита Ох Сейчас Как там Все в линеечку Стоят Выходит Герокоптер Пошел Никс Попаиваются Попаиваются Ликвид Надо понимать Что все-таки Там есть Противника Аегис И Траку Можно Проиграть Увидели Увидели Эрспирита Ну Грант Заним Нужно Пускают Его Ну Может быть Ответный Сейчас Пуш будет Исполнение Темспирит Нет Перетягиваются Все-таки На топ Ну Не торопит Особо Куда-то Даже Имея Аегис Продолжает Формить Нужны еще Айтемы Для Айсбека Ну и Гирокоптер Настакал Настакали ему Здесь Идут за ним Хорошо, что Нет орспирита Но есть Дарксир Ой, залетает А ладно Патой Не достают Никс Сзади копает Зачем Показалось Здесь Афтерлайф Просто могли Задоджить Эту агрессию В итоге Болдер Прилетает С какого-то Другого конца Встанет Афтерлайф И его Свапают Афтерлайфа Не забирают Афтерлайф Живет Хорошо Поэтому Сайланс Но Гирокоптер Раздал свой рассказ Теперь встревает Гирокоптер Его заслипали Гирокоптеру Нужно жить Пошел Геомантик Грипп По всем Абсолютно Летит камень Брюмастера Залетает Минус Рамзес Адракто будет продолжаться То, что УБ Сейчас будет Встать в бой Есть у него еще Ультимативная способность Скоро Упад закончится ультимейт Упадает еще один персонаж Это минус Бэйн Двоих героев уже забрали Ликвиды Идут дальше Габлака еще ломать Прям под тир-3 Стан залетает Габлака прочли Проблемы Габлака стягивают Есть вакуум Минус 3 Уже сделали И Айсберг Наконец-то ультует Забрали У одного Эрт Спирита Сколько же боли Причиняет этот герой То, что Айсберг Его уничтожает Но Айсберг Уже очень много стаков Суровый дэмэдж Мисс проходит по фате Фата успевает Блинкануться за счет этого И уходит Или уходит Или не уходит По прочим вопросам Дойдет до конца Да, там в рот в потолст Через секунду Кулдаун пройдет И зачем? Майнд контрол Тем временем Забирает у нас Где-то вообще Непонятно где Никс Ассасина Чем он его забрал Такое ощущение Что каким-то щитком Да И драка заканчивается Ну Э Вот Которое Послышалось в соседней комнате Тоже Мне Честно говоря Вопрос Где Каким образом Дарксир Сделал этот фраг Минус 4 Тренд Байбекается И все это За фраг На Эрспирите Причем Ну Я не знаю Ты видел Как его ОД убивал Он его всю драку Пытался отметелить И в итоге В конце Разультился Просто В него Одного Рассердился Называется По-доброму Очень сильная игра Я думаю Эрспирита Не должны больше видеть Ну Кроме шуток Это чуть ли не единственный Игрок Которому на этих Квалификациях Не стоит отдавать Эрспирита И ему На них Отдали По-моему Все игры Вообще То есть У него Восемь игр Получается Против Как раз таки Эмпайр Не получалось Брать Эрспирита Ну Они банили И как тяжело Ликвидом было Ну да Это так Ну я бы еще отметил Опять же Фату Ну как же он контролит Своими Праймал сплитом То есть Этими Пандаренами Туда Одного Въяву Другому Стан Не отпускает Никого Постоянно К месту Постоянно Так как надо Фата Конечно На все 100% Реализует Свой Ультимейт И всегда В траке Он крайне хорош И поэтому Конечно тяжело Тим Спирит Очень тяжело Час траку очередной Они проиграли Графики снова Растут в пользу Тим Ликвид Появляются новые Новые артефакты Ну и так Несколько Несколько Пострадали Спирит Не ОТ Не ОТ Которого сейчас Будет БКБ У него полный порядок Надоело ему Конечно же Под этими Месами Находиться постоянно Еул Все время Его поднимает Ну не в Еул А даже Еще более жесткий Спелл Который просто Там Циклон Он вращается Несколько секунд И в драке Не успевает Ничего сделать Фата очень хорошо Используется у брюмастера Вот Ну большая разница Между просто там Брюмастером Который запрыгает Пару клэпов Раздал И тем что сделает Фата Он просто Аннигилирует Фортификейшн Есть на верхней линии Не хотят Дефить Дают просто Сир-2 Там Кроме Конус Есть Только драку Выиграли Морально тяжело Даже Тим Спирит Собраться на бой Ну Все правильно Делают ликвиды Тим Спирит Выформят аганим На тринте Выформят БКБ На ОД Станут гораздо сильнее Пока у них этого нету Можно выходить И вот так вот Их поджимать Как поджали тавер Бегает по чужому лесу Расставляет морцы Болки рядом Все вроде бы рядом Пытались подцепить Это не вышло Да Сейчас появится На БКБ Сейчас вот уже Должно появиться Есть БКБ первый Уже у Рамзеса ОД близок к тому И Ну вот Габлак Габлак конечно Сделал байбэк И практически сказал До свидания Своему аганимам На долгое-долгое время Непонятно теперь Когда появится 1200 колды еще нужно Ну нужно просто Выиграть драку Конечно все эти деньги Можно поднять С одного замеса В случае если Замес будет проведен удачно Как так сделать Наши вопросы Ну вот надо Дофармить Сейчас нужно Отдавать эту вышку Там отдавать Ну может быть Разменивать ее Как раз на нижнюю Что там Задумали Хотя сюда уже Полетел Господин Фата Они хотят Ничего отдавать Фата кстати говоря Уже 3000 колды Вообще с таким контролем Которого есть Фата С таким Использованием Пандарена Вот смел аганим Не думая Просто аганим И продолжать Нас радовать Своими способностями Фата Использовать за ультимейт На 100% Можно использовать на 200 Купи аганим Ну да Но аганим Насколько я понимаю Он же не дает Там увеличение Длительности Нет Только сумоны Могут пользоваться Там различными способностями Только сумоны Да И мне кажется Здесь так Накатываются Тем временем В айсберга Который Кажется Может не успеть Купить себе Блоккинг Бар Да Его просто сжирают Опять Эрл Спирит Который кидает Сайланс Не успевает Себя спрятать В итоге У айсберга Не хватает 600 монет Блоккинг Бара И некрочи Конечно Некрочи Очень сильны Против ОД Ну и Как против Многих героев С большим монополом Да все Там сбивается Да и ОД И МП лишается И Ливенг Армор Сразу же Уже секунду Сбрасывается Вообще нереально Выжат Как-то Угромное количество Суммонов Которые грызут Под хаулем Напасть Какая-то Спирит И Терпит Терпит Спирит Сейчас Видит Венжи Пол Спирит А стоит ли На нее Нападать Слушай Что интересно Вот Вроде Команда Спирит Играет А против Них Два Спирита Венжи Пол И что А у них Ни одного А у них Ни одного Может быть В этом Загвоздка Может быть Команде Спирит Нужно Брать Спирит Все Падет Да Кстати Они особо И не брали Но Но вот Отдавать Точно Не стоит На всяком Случае Зеленого Зеленый Жесткий Да И в принципе Вот этот вот Синенький Спирит Тоже Неплохой Неплох Тай А Point Booster Покупает Куроки Но он Так Прицелился Тоже В легкую На Аганим Условно Как тот же Тренд Тоже хочет Тоже Кстати Ультимейт Очень полезен Так А вот Автолайф Интересная Позиция Ну вот Первоначально Конечно Очень хорошо Гангл Автолайф То есть Он бегал Ромил Помогали Ультимейты Но вот Сейчас По-настоящему Использовать Ультимейт Не получает Разве Что Только Для Разведки То есть Он Фактически Сейчас Исполняет Роль Вот этих Вот Молчат Он бегает И дает Вижен Не более того С другой стороны Тоже Сейчас Очень полезно Потому что Для ОТ По-прежнему Нужен Спейс Нужна Информация Местоположения Противника Нужна Фармить Злосчастную БКБ Вот Фата Взял себе Гиперстоун Я пожалуй Плюсану Потому что Конечно Если бы Аганим Здесь давал Именно какое-то Серьезное Усиление Ультимейта Ну Во всяком Случае Смысл Примерно Такой Если БКБ Нету То У его Ультимейта Хватает Но если Оно Есть То Он Бесполезен Что С Аганим Что Бес А вот Кираса Это Хорошее Усиление Может быть БКБ Ещё Но опять же БКБ Ему не так Нужно Потому что Сайленсов Нету Особых Ну Как бы Его не за Сайленсы Либо его Держат В стане И Ооо Фата Только что Блинканулся Прямо Перед носом Увидел Увидел Всё Станет Фату Но Забрать Будет Очень тяжело Винга Свапает В итоге Никого Не забрали И сейчас Возможно Покатился Булыжник Застанил Не будет Продолжать Атаковать Ликвиды Потому что Топ Сплитит Матомбомэн И спириты Там были Полным составом Отошли Хорошо Ты выделил Вот ганг Моментально Подстраховывает Куроки Мы видим Если что У него Свап Всегда Есть Нужно возвращаться Спиритом Нужно возвращаться На базу Потому что Сейчас Начнём Горить Т3 Они хотят Хотя бы Тир-1 Спушить Это Здравая Мысль Башню Сил Тьмы На верхней Линии Атаковать Было бы Тоже Неплохо Да И сюда Все Прямо Впятером Приходят Как бы Не подставится УД УД Есть БКБ Ему Уже Можно Не бояться Так сильно Спирита Если Не попадёт Сначала Подстан Ну да Это Был бы Немножечко Ну Продолжают Провоцировать На то Чтобы Все Вернулись Родофотос Сва Ой Какой Стан И в итоге Успевает Нажать БКБ На Пороки Хороший Ультимейт Залетает Курок Держи Да Земелье Уже Раскостовался Дает Станчик Но в итоге Забрали Еще Вингу Майн Контрол Успевает Заюзать Мекку В самом Конце Ну и Да И в итоге Наверное Уйдет Отсюда Хотя Это Большой Вопрос 5 Ой да ладно Подкоп Хороший Аплайв Не отпускает Слушайте Должно Убивать Брейнсап Есть Клэп Фата Ловят Орбы Еще На всякий случай Дали Астрал Но это Срал Заключительный Да Астрал Его просто Убьет Здесь В итоге Минус Фата Минус 3 Отличная Драка Я честно Говоря Не совсем Понял На что Надеялись Ну здорово Сыграли Красивый Свап Под Болдер Но Это БКБшки Вот они БКБшки В действии 2 БКБ 10 секундных От Айсберга От Гирокоптера Они зашли Не почувствовали Ни одного Магического Каста И просто Били Били Носили Уйму Урона В замесе А Ликантроп Я так понял Вообще Там не зашел А Ликантроп Ну да Не только Макнатроп Там Ликантроп Сплавился За секунду Он без БКБ Он зашел И погиб Им из первых Ну и понятное дело Что Бремастер Такой ситуации Конечно Пока Один разрулить Не смог Ну что ж Тим Спирит Переворачивает Драку Выигрывает Денег И сразу же Заходит Рошана Графики Все должны будут Упасть Да Ну вот Сейчас Наступает Та самая Стадия В которой Теперь опять Спирит Сильнее За счет БКБ Своих С БКБ Бороться Очень тяжело До Использования Убить Практически Нереально Но все-таки Удэ Не такой уж Хлипкий Довольно Много У него Находят Тем временем Джерекса Да У Джерекса Тут ничего Нету И он Просто Стоит Еле Еле выпит Сила В качестве Айсбергера От Фатал Заюзан Он не уйти Никак Хорошо Нашел Застанил Не дал Сделать ТП Вот Минус Джерекс Мидия Атака Рамзес Под БКБ Раскладывает Арксиры Вместе С Флаем Ну и Куроки Там пытается Как-то выжить Конечно Помогает Активно Фатта Своими Пандаренами Но Автолайф Подкапывает Отличная Земляная Панда Куроки Здесь Пойдет до конца Драка Опять же Для Спиритов В итоге Забирают Еще двоих Сверху Подкушал Ликан Но опять же В данной ситуации Пока вышка стоит Ее можно бесконечно Закиливать И нужно Идти в такой Ну Серьезный Пуш Если хотят Сломать что-то По-тихому Потихонечку Потихонечку Подкрысить Не получится Ну да Не в этой игре Не против Тронта Тронта Говорят Сходим Начинаешь Развешивать Свои Точнее Зачаровывать Деревцы Тут еще одно Деревце Здесь спряталось Здесь имеется Ну в общем Мы знаем Как выглядеть Мини-карта Когда Тренд Возможно По всему лесу Прогуляться По-чежому По-своему Там все будет Усыпано В этих красных Точках И тяжеловато Ликвидом Придется С топориками Бегать И деревья Вырубать Ну иначе Просто будут Стоять Бесконечном Ультимейте Плюс ко всему Мы знаем Сколько хорошо Фармит тренд Всю карту Используя Только одну кнопку Что Ликвидов Есть проблемы Да Вот Вижн ТПшки Сбитые В какие-то моменты И просто Огромный радиус Суммарно Получается За счет Этих деревьев Это все решает Ну Ликвиды Да Интересно Как они Теперь будут Действовать Потому что Сейчас они В тяжелой ситуации Нужно им Выходить В Ну вот В БКБ Ликан уже вышел Поинтересней Теперь Масса с Н3 Покупать Масса с Н3 Уже видят Что здесь стоит Дерево Идет Вот он Собственно Ломай Сломал Ну нужен гем Без гема Здесь никак А Афтерлайф Еще Можно без гема Торгсир Покупает гем Нет Ну а как без гема Без гема Деревья не видно Зачарованные Не видно Разве А то что вокруг него Не должно быть видно Вокруг него Вот эта вот Зеленая слизь Типа в радиусе Нет Не должно Ну это как бы Было бы Слишком палевно То есть там Что-то писали Что видно Какое-то там Какое-то траву Да нет Ничего не должно быть видно Только с гемом Ты видишь Что вокруг дерева Что-то не так Без гема Ты просто видишь Обычное дерево И в этом-то вся Жесть этого тринта То что Просто так лес Не вырубить Хотя с каким-то тиммером Можно попытаться Взять и зачистить Вообще Всю карту Нафиг Ой-ой-ой Там тверение Смотри Никс Никс Он был близок Провалу И не могут его найти И Никс Сейчас спалил То что есть Во-первых Гем Во-вторых Развел на Шейпшифт А потом Зомбо-мэна Ну много сделок Хотя конечно Откровенно говоря Рисковал Но я так и знаю Что есть гем Противника Это самая главная информация Да есть гем Ну гем В любом случае Он бы показался Здесь вот только Разве что Против тринта Он нужен Вот действительно Так нужен С Никсом Каких-то особых проблем Не было Ну да Он там бегал Разведывал Но чтобы как-то Афтерлайф подцепил Несколько раз Жестко Такого я не помню В основном Он боялся Кирасу Закончил фата Лекан Продолжается Свою фарм Дарксир Хороший артефакт Купил Это как раз таки Против Тринта Гвардиан Грефт Наверное Работают Против его ультимейта Ну и собственно Продолжают У нас Ликвиды Опять фармить Графики в нуле Особого преимущества Ни у тех Ни у других нету Ну разве что Только Аегис Наличие Аегис Сейчас подвигается В спирт идти вперед Пока по нижней линии Бегает автолайк Готов кого-то там Перехватывать Может быть ТПшки Нужно быть поаккуратнее Чтоб под дарксир Не стрять под его ген Ну и снизу Тавар так понимаю Дефит Кири не собираются Тулайк Да смотри Преследует Жук Какой-то опасный парень Башню сил тьмы На центральной линии Атакуют Не хотят Дефит Опа Овергролв На куроке Который здесь стоял Плюс ко всему Срабатывает еще и на Джракса Вроде как Нет Джракса не срабатывала Джракса там подкопала Тулайк Света на нижней линии Опять-таки куча игре Зачаровал Ну вообще В общем ничего не произошло Вышку одну потеряли Никого не убили Просто отступают Обе команды уже Не хотят сильно рисковать Видно что финальная стадия Более-менее равные Коллективы Нету такого Что кто-то обладает Огромным преимуществом Заканчивается Оегис Флай Матумба-мэна видит Матумба-мен Сразу не кратчей Сейчас флай еще и убить могут Ой флай Ой флай Как же больно Как же больно Линкармор сбросился Сразу же Просто изнасиловали А ты смотри Матумба-мэна подловили Астрал Здесь нужно его цепь Нужно держать Колдаун Что дальше Рокет-берриджи Бодиблок БКБ топ-аут Матумба-мен Матумба-мен Такие улетают Нет БКБ пробивать абсолютно нечем В итоге Забирает Бэйна Минус Ну всех стянул наверх Забрал Бэйна Очень хорошо сыграл А в этот момент Его команда Выходит вниз И сейчас нужно здесь Разбираться С огромным количеством Ёлок Дарксиру Что кстати приятно У него есть вакуум Он может ёлки Просто вакуум срезать Не нужно носить Какой-то топорик Так И дай конечно Только большовато Немножко Но можно В теории можно 28 Да 28 секунд Много Вот Нашли дерево Башню сил света На верхней линии Сент дает им Напоследок Башню сил тьмы На нижней линии Атакуют Не то Видишь они даже с гемом Не могут понять Где настоящее Вот все нашли Так много практики Еще пока что Есть на этот счет Клики клики Ты просто бесконечный Ломай Ломай деревья Ломай Весь лес поломай Да Ну нужно зайти Посмотреть Он потому что Фармит леса Не дает ничего сделать Постоянно дает разведку Да вот Вот сейчас здесь видят Но не стали Здесь почему-то Ломать сверху Тем временем Началась драка Шип-шип Отликана Слушай А пока бета Пока в откате Но идет вперед Жакс Не получилось подстань Вот сейчас Рамзеса зацепили Подкоп Ну и слушай А теперь култаун Но в астрал Первая уходит ракета Вторая точно Фата залетает Клэп Напоил здесь Рамзеса Ну как-то вот Нормально зацепить Не удалось Легмитом И отступают Сразу же Грифсы И назад Четырнень-четырн Чет у нас 35 минут игры Позади На фармину Очень много Сейчас артефактов Обратите внимание Крутые айтемы Появляются У Герокоптера Это бабочка Это демонедж С выходом Тоже в какой-то Урон Шива Есть у нас Уже у Айсбек А плюс ко всему Еще и Мистик Став Сверху себе прикупил Выдет скорее всего В Хекс Ну пока бета С вами уже видели Каблак вообще Взял себе Два войдстона Намекая нам На то Что будет покупать Рефрешер Ну и что касается Ликвидов У Ликантропа Там тоже Демонедж Знает что там Есть бабочка У Герокоптера Поэтому надо Покупать МКБ В первую очередь Ну Керасу Паттем уже видели Остальных по-моему Новых артфактов Еще не появилось Как-то прогрозать Нужно Да очень боятся Команды Вот прям видно Что если в чем-то Не уверены Сразу начинают Уступать Ни в коем случае Не заходят дальше Чем нужно Ну и что хочется сказать Если вы Будете так бояться То ни в коем случае Не сможете Никогда выиграть Например на ставках GamingBets.com Заходите И ставьте Да Я к сожалению Не помню Какие там Были коэффициенты На кого Но вы должны были Ознакомиться Как раз таки Во время аналитики С ними Может быть нам Выведут сейчас И собственно Здесь ничьей быть не может В отличии от группового этапа Вот что хочется сказать Поэтому здесь Все Гораздо яснее Здесь либо одни Либо другие Третьего не дано Ну да Вопрос только Две карты Или три карты Потребуется Чтобы выявить Чемпиона Этих квал Одного чемпиона Будет их два Конечно Завтра напомню Дорогие друзья Что у нас будут проводиться Еще матчи В которых Коэффициенты 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 Показывают Поповемся Посмотрим Тим Спирит На ЭГБ Были 2.25 Явно фаворита Нету Как бы Такого сильного Но все Ликвид Ты фаворит Ты посмотри Полтора коэффициента Всего В отличии от Тим Спирит Который 2.25 Да Мне кстати Немножко удивлен Мне казалось Что все таки Спириты будут Ну А ну вообще Да Ликвид Им пророчили Инвайт Прямой Вместо Дали альянсом И своей игрой Пока что Они доказывают Ну стабильно Стабильно Уже хорошо выступают Ну и при этом Конечно Тим Спирит Все таки С теми игроками Которые сейчас В диковинку Некоторым Ну комьюнити Всему нашему Да Потому что люди Смотрят состав Которые не очень Следят за профессиональную Дата сцену Ничто не знает Что такое Рамзес Айсберг Они все помнят Граунта Например Цислиджекс Одно время Ну по этой делу Только облака И флай Все Уверен Заходят Рошан Все временем Да У вас ничего не происходит На карте Просто фармят ребята Делают это Очень-очень много Очень толку Очень усердно Ну Нетворст На ваших экранах По графикам Мы видим преимущества Как такового нет Без пленда 38 Ничего не значит Ну Вот сейчас Появляется Аегис Аегис есть И значит Что-то это Таст На всяком случае Должны будут Куда-то пойти Наверное Могут попробовать Реализовать Но видно Что Очень хорошо Используют Гем И вот Посмотри На карте Практически нету Деревьев На вражеской Половине Все срезали Нигде не дают Зайти И в принципе Это не так сложно Как кажется Потому что Ты срезаешь деревья Если тебе удается Захватить контроль Ты просто не даешь Тринту выйти И наставить этих деревьев Все Это не такая Имба Которая может Показаться на первый взгляд Правда вот Фата в инвизию У нас Кстати Фата взял себе Блэкинг Бар Чтобы не так сильно Бояться каких-то подстанов Ну и ВКБшка Позволяет Рад себе Вне прайма Заходит Фата Встанет его Фата Никс Карапаси Фата Жмет ВКБ Дает клэп Финцгрим Фату Не успевают Пробить Стенка Стяжка Дарксиро Тут же Утимейт Тринта Разрывают Дарксиро В секунду Рамзеса Проедают Рамзеса Очень больно У него все еще Есть Аегис Поэтому Не стоит здесь Опасаться Залетели Булыжники Отдали только Одного Дарксиро На самом деле Нормальный Размен будет Если отдадут Только Дарксиро Потому что Все-таки У соперника Аегис Примастер Уходит на Блинке Что за подстава Что за подстава Джеракс Ладно Хоть Куроки Есть Которые Подсейвят А так Куроки Приходится Сейвить С одной Собственной Жизни Судя по всему Потому что Получает Слип Автолайв Готов Будет Подкапывать Через 5 4 3 Нет Раньше Разбудился Куроки Ну Все равно Его Не отпустит Конечно Брэнсап Но Что-то Исполнил Джеракс Такое Я даже Могу Объяснить Как Он хотел Подтянуть К себе Брюмастера И спасти А в итоге Из-за того Что находился Еще за ним Во время Того Как начал Катиться Подтянул Его В другую Сторону Да Кстати Это хорошее Замечание От режиссера Нельзя подтягивать Но Анимация Была такая Как будто Он именно Тянул Не толкал А тянул Очень странно В итоге Толкнул В сторону Понятно Да Толкнул Но тогда Это Наоборот То есть Он пролетел Сначала И Потом Ну короче Так себя Сыграл Джеракс В этом моменте В любом случае Заходит Тим Спирит Сразу же На хайграунд Поставим Байбэк Видим Что байбэков Не так много У ликвидов Есть там Спирит Разве что И у Венжет Спирит То есть Двух Спирит Остальных Байбэков Нет Но при этом Есть сыроэгис Незабываем Тим Спирит ОД Очень жестко Жестко И Рамзес Там тоже жесткий Имеет бабочку И все остальное Бараки падают Бараки падают А КД На ульте Уфати Например 5 секунд Залетает Майкантром Стягивается Обе стенки Пока Влетает Фата Под БКБ Рамзес БКБ Тоже все прожимают БКБ Фата Удержит Скинс Грипп Но сбили моментально С Аленсом Праймал Сплит Пошел Насте временем Ликантром В бой Съедает Очень быстро Тронтап За Рамзесом Кирпич Голову Рамзес Проблемы большие Рамзес Аегис В секунду БКБ Жмет Ликан У Айсберга Нет ничего Айсберг Сейчас упадет Да Падает Айсберг Хороший подкоп Но Нужно уходить Последнему Очень сильный Размен Получился Телепорт Пытаются не отпустить Афтерлайфа Винга Пришла И Станчик Влетает Телепорт Успел уйти В итоге Минус 4 6 тысяч Отыграли у нас Ликвиды Причем Они даже Не байбекались Ликотрат Нанес 4700 урона Тысячу Бремастер Ну Бремастер Понятное дело Что не именно Дэмэджа берет А своим контролем Мы видели Только БКБшки Заканчивают Снимспирит Снова Гирокоптер Оставится один А УД летает в воздухе И Траться сложно Ну и конечно Тренд Тренд поставился Одним из первых Я так понимаю А уже свапнули Да Да Убакой Картался На хайкраунде Была Отличная игра От Кура Тем самым Вынуждают еще Гирокоптер Байбэк То есть даже Не 4000 А еще больше Ну да И вновь Камбэк Темспирит Ввели 7 Сейчас будут Ну и графики Как минимум Даже плюс Наверное Небольшой Для темлик А еще и вышку Сломали Еще одну вышку Бадает Бадает Тавр Башню сил Смахаграм Подниматься не будут Потому что Байбэк уже был проюзан Пришло до Через 15 секунд Появится Но много Получили Ликвиды Конечно Очень много Сейчас Можно подумывать О каких-то уже Еще крутых Артефактов Например Я вижу У Матом Модмена Есть свободный слот 3 700 денег И Попакивать Каким-то башурочком Обислом Впоследствии Вижу Как у Венжифл Спирит Уже намечается Оганим Буквально через 400 Голдов он будет Оганим Очень нужен Чтобы часто Свапать И Ну вот Как раз таки Вот так вот Трента Разорвать первым Очень важно Потому что Трент нацелился В рефрешер Если у него Будет рефрешер То Крайне тяжело Будет драться Не убив Трента Рефрешер Ну кстати Не так много До него осталось Габакуба Потерпеть Потерпеть Да нафармить Где-то Здесь весь фарм На карте Сбирает Гирокоптер Плюс ОД Хочется какого-то Убить Но убить Какого-то Тоже не получается Ждем появления Следующего Ворошана Прежде всего Там будет Тоже Следующий Замес Смок Разбили И не видели Этот смок Только сейчас Курьер Влетает Из леса Но То что он Вылетает Из леса Не дает Никакой Инфы Матумба Мэн Рядышком Купил себе Муншард Интересный Артефакт И гирокоптер Гирокоптер Может пострадать Сейчас Если Уроки Его обнаружат Залетает Фат Клэпом И попадает БКБ Сразу Прожимает Рамзес Вот Себя Кулдаун Пришел ОД К уроки За секунду Стерли Ну и теперь Нужно По-моему Бежать Или нет Форум Прожимает По-тубу-мен Пошел Кого-то грызть Хочет Кого? ОД Решил Погрызть Ну интересный Помент Лимикарма Сразу На ОД Если Гирокоптер Попутно Как же больно Рамзесу Как же больно Никс Ассаси Ну в итоге Никс Подняли Опять ОД В воздух Никс Уходит На блинке В последний момент У ОД Есть ультимейт Дает ультимейт Падает Торспирит Тут же Прячет себя Ну габлака Стянули Падает Гем Стенка На ОД Один против всех Один против всех Пытается уйти Шиву Заюзав Какой-нибудь Курставбы Сейчас Жить Но фата ныряет Дальше Есть Текст Айферк Такие погибли Такие погибли Без байбека Гирокоптер И ОД Напомню Опять бедная земля Распрощалась Жизнью Единственное Гем забрали Правда Тут байбеков нет Вот в чем проблема И возле чужого Хайграунд Находятся Ликвиды И это сейчас Можно использовать Сейчас скорее Своя сторона упадет А может быть Даже и не одна Вышки-то нету Там Матумба Мэн С Муншартом этим Но он съедает Просто очень быстро В сторону Илья Глипа там Вообще ничего нет Спиры сейчас могут Без карты остаться А что же с гемом У нас произошло Я не вижу Честно говоря Его Кто-то забрал Гем забрали Все-таки Курьером там Или Кто-то подгрыз Свап Афтерлайп Ошибка Получается дан А пытается выиграть время Пытается по максимуму Выиграть время Но выигрывает Порядка 3-4 секунд Не более Выиграл Байбэк Можно еще немного Времени повыигрывать Правда барак Тут уже нету Нам медлиня допала И топ лейн Скорее все тоже упадет Хотя 14 секунды Кирокоптеры Не боятся пока Ликвидность Идут дальше Сейчас появится Уже не Кранмикону А Тумба Мэна Да Минус вторая сторона Точно Тут уже нельзя Каблак Пошел Овергроу БКБ Фото залетает Тальше Можно убивать Вейна Праймал сплит И за счет Праймал сплит Да Я думаю Могу пойти Попробовать Ну нет Даже едут На третью сторону Просто Мы вызывали Куры не дают Уйти Пытается до конца Контролить здесь Примастер Да Уводит Зеленого спирита Ура Пает Зеленый спирит Убратненько Пресается Ходит За ним В погоне Здесь же уже Джеракс Дает станчик Станчик Никуда Моноберн Пытается не отпустить Кулдаун Фото уходит Под действием Кулдаун Далее дальше Автолайф Нечем подкопать Кулдаун На подкопе Фото уходит Здесь рядышком Спирит И Куроки Тоже рядом Пинает Просто своего Кэрри Теперь уже В нужную сторону Пинает Да Дважды Причем За эту драку Он его так Подпнул И теперь Сможет тянуть Вот как раз таки Появился у нас Аганим Геомагнетик Грип теперь Может использоваться На своих Ну и собственно говоря В камень Можно превращать Все очень плохо У Тим Спирит Посмотрите на этот график Ну ладно Графики там Да Проигрывать 11 тысяч Можно И еще и не такое Переигрывалось Но вот то что Две стороны потеряли Играя против Ликантропа Это на самом деле Беда Это беда Потому что Против такого Воевать будет очень сложно Нормально Там Фото закупился Ликантропа Занят вайбек Там у Фото Фото Эбисол себе Купил просто В куре Очень сильная сборка Вот по данной ситуации БКБ Кираса Эбисол Блинк Вот этому парню Не нужно больше Наверное ничего Я думаю что Может конечно Се Да нет Наверное рефрешер Даже не будет брать Просто будет собираться На статы На вот такие вот ауры Винга покупает Аганим Наконец-то появился У нас У Трента Рефрешер Шансы у Тим Спирит Еще остаются Вполне Потому что Все таки Трент с рефрешером Два его ультимейта Могут порешать Но Как только Заканчивается БКБ у Тим Спирит Брюмастер Начинает делать Какую-то грязь Брюмастер Уже начинает делать Грязь вне Праймал Сплита Тут даже такой Интересный момент Что скоро Совсем Праймал Сплита Будет и не нужен Только в том случае Если нужно будет Спасти себе свою душу Потому что Сейчас он Подобиться Блейдом Под БКБ Под Тасалки Раз будет Так раскладывать Противника с руки Будь здоров С Ликантропом Чтобы повоевать За количество урона Нанесенного с руки Плюс ко всему Ликантроп сам Который покупает себе Башеру У нее 2100 голды Тут сейчас Даже связухи Очень сильно Спириты будут страдать Как выиграть файт Не ясно Байбэков нет Любая ошибка Это сразу проигрыш Ну и нужно Проявить немножечко Какое-то Я не знаю Супервезение Им должно Какое-то помочь Наверное Тем спирит Чтобы как-то отыграться Ситуация конечно Очень тяжелая Ждут смока Ликвида Ждут вражеского смока Просто стоят и смотрят Разбивают свой Но заходить-то Тяжело Не должны идти Видят Видят Заблодят Видят трента Трент Видят их Видят трента Хекс Шлип Примастера Быстро нужно раздавать Куслаб Курроки 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 контроли Пейс овергроу Курроки разобрали Но у него появляется дух Минус кстати говоря Спирит Потому что спирит Этого духа нет В итоге забрали дух Но что будут ли драться Фата заходит Фата разбивает Эбитол Есть ульта Еще одна Фата нет ультимейта Просто у Фата нету маны Но тем временем Ворвался Ликан в спину Очень больно дамаж У него уже нет По КБ смотри Но Габлака Не спасает Габлак Нет Габлака спасает Инвиз в итоге И нужно уходить Уходят А драку то выиграли Драку выиграли Два в одного Поменялись Очень жестко И еще могут сейчас Ликана забрать Да Ликана заберут Отлично Ну собственно Очень жестко Они поднялись Я не знаю Кто первым шел То ли не было Гем Они увидели Габлака Но очень долго шли Просто Габлак Все спалил Выбрали шикарную позицию Ликвиды здесь Сыграли слишком самоуверенно Так быстро Когда Кликот Сокончить не получилось Тем спирит еще держится Заходит на Рошана Сыро Эгис Останется Им Да Все преимущество Отыграли Сейчас опять Аегис у них будет Тренд с рефрешером Никто еще не отменял Да И собственно Можно играть Ну что можно Играть и будут играть Станик появляется У Герокоптера Опять же Хороший набор артефактов У каждого персонажа Все что нужно Есть только Блакао Там Зесса Видим Доволен Найсбэк Своим айтембилдом Может быть Флайв конечно Побольшается Он супорт Ну и в Тлайв Конечно В первую очередь Нужен Аганим Вот он С Аганим Тоже станет мощнее А до него Ему еще 500 голдей Нужно будет Убирать Всем понял Почему А Аликантроп Казался драке Без БКБ Кстати Я видел Что уже Кулдаун прошел И там его подкапывали Видимо за время Действия БКБ Урона не нанес Так бывает Это не самая удачная Драка для Ликвидов Получилась Знают Что осталась Нижняя линия Которую очень хочется Забрать Да Они так Могут очень долго Давить Единственное Что Спириты Уже показали На этих квалификациях Что терпеливые Знают Что Могут делать То что нужно Ликвиды Тоже Прекрасно понимают Что здесь на халяву Как-то выиграть будет тяжело Что у нас с гемом Там 6 сентрей Майндконтрола Интересно Они потеряли его В очередной раз Кулдаун на гем 5 минут Смотрим в инвентаре В инвентаре нету Один гем Да Видимо Всего-навсего Один гем у нас А нет У Габлака Есть гем у Габлака Один на фонтане Да Майндконтроловский Гем у Габлака То есть они еще и пошли Второй раз потеряли Но с гемом Человек должен идти первым Чтобы светить Этого трента И лететь Некринмеконами Сразу Ну да Если будут Под смоками Ну а не пойдешь же С вызванными Некрачами Сразу Ну и с под смоками Под смоками Да Под смоками Ну в общем Как-то странно Сыграли В предыдущей драке И за счет чего Очень жестко Поплатились Но с Тим Спиритом Все равно Видно что тяжело Даже несмотря на то Что такая позиция была Они эту драку далеко Не так просто выиграли Брюмастера там Сразу свапают У Спирита появился Еще сейв дополнительный Жесткий Сейчас там да Огромнейший конечно ДПС на 100D Если удается Кого-то цепить через Хекс Он пробивает Там кемисы Ничего не работает Потому что есть БКБ Шива замедляет всех Ну ОД очень жесткий Посмотрите на количество Его Монопула Соответственно Демод же много Демод же С Аркен Арба Очень много 9% От текущего И с каждым выстрелом Он все сильнее и сильнее Бьет А потом ультимейт Еще может засадить Который снимает Еще больше Ну я никогда Наорот интеллект Но Сильно Сильный-сильный Герой конечно Как-то контролить его Сразу не получается Ребята пытались Кидать на него Какие-то Абиссалблейды Всегда он живых Выхиливают его Ну и Кирокоптер Коптер Коптер тоже Тоже крайне хорош Нет пока Моншардов В принципе У него есть Аегис Вместо Аегиса Потом Чем-то нужно будет Занять свободный слот Не хватает урона Немножечко Мне кажется Рамзесу Вроде вот Такие айтемы Как Татаника БКБ Статы дают Ну и Кирокоптер Понятно Есть Батерфляй Такой средний Артефакт Между Стоплобом И Дамажищем Ну и МКБ На чистый урон Может быть Стоит что-то еще Прикупить Да не Я думаю Что пока Хватает Если он свой Дэмэдж Выписывает Ой-ой-ой Нашли Несчастного Афтерлайфа Свапнули Тут пытался Закопаться Ну нет Быстро ему Бримастер С крита Объяснил Ну кстати Вот так нельзя Умирать Потому что без Байбэк Только Каним Прикупил 80 секунд Ну это Не повод Наверное Ликвидам Все-таки Идти на чужую базу Потому что Сыр Айегис Да И плюс Нет информации Там есть Там Байбэк У них В любом Случа Опять же Именно Этот Айегис Сыр Реализовать Пока Спиритом Не удастся Самое Время Почитать Твиттер Кто-то там Пишет По хэштегу Рухап Дорогие Друзья Что же Время-то Полдевятого Только Полдевятого Так что Да Надо смотреть Полдесятого Наверное Надо смотреть Надо общаться Вот Ну напряженная На самом деле Получается Первая карта У нас Такие качели Такие карусели Посмотрите Сперва Одна команда Выиграла Камбэк Камбэк На камбэке Один момент Даже Ликвиды С 39 минуты По Ну там Какую-то Сороковую Наверное Выиграли Чуть ли не 18 тысяч Это А вот этот Вот Я понял Суммарно Суммарно Да Ну вот эта Верхняя точка Это после которой Как раз таки Вот та самая Драка Где Брюмастер Пошел на ХГ Собственно Но А нижняя точка Когда Тим Спирита Вели Это По-моему Драка Да Это когда Им забрали В общем Две стороны Разом Понятно Ну да Ну конечно Не факт Что здесь Еще Ликвиды Смогут Выиграть Тим Спирит Несмотря на Две снесенные Стороны Все-таки За третью Еще будут Воевать И воевать Будут Серьезно Главное Чтобы Так вот Никс Не ошибался Вообще Сложно Оценивать Сейчас Кто Сильнее Потому что Все зависит Телеком Полностью От исполнения Кто Ну Ну Так Возвращается У нас Распирит Что-то У нее Там Подлагнуло Джеракс Вообще У Джеракс Только Один Аганим Я не знаю Героев Доте Который Мог бы Быть Ну Дазл Может Конечно Носиться Но Дазл Все-таки Это Саппорт Который Стоит Где-то Далеко Кидает Свои Игревые Там Издалека А вот Именно Такого Мобильного Контактного Довольно Саппорта С Большим Количеством Дизейблов Который С одним Аганим Может Так Крутить На 53 Минуте Я не знаю Заходят Все-таки Хотят Потестить Есть ли Байбэк Судя По всему Ну Можно Может Пытается Сейчас Развести Самый Байбэк Которого Нет Ну И тут Кстати Говоря Под С Чаровными Деремьями Тронтам Тут Просто Вся Половина Карта У У Усеяна Усеяна Куда не пойди Везде Подставишься Под Увэк Кроу Идет Бремастер Чекает Смотрит Свои иллюзии Здесь Вызываются Волки Подходят Под Тер Тритавр 16 секунд До выхода Никса Добились Того Что в итоге Верхняя Линия Пропушилась Мид Пропушился Загнали На базу Гембы Вам Сейчас И просто Сбить Все деревья Да Вот уже Устанавливают Да Гемб Осталось Две с половиной минуты Дождаться Ликвидом Чтобы купить его новый Пока что с центряками Обходятся Знают где поставил Примерно Габлак Ну где Примерно везде Где не поставь В центре То найдешь Дерево Хотя бы одно И начались Уже покупки Травалов Ну надо Уходить В лейтовые Айтемы Менять фейзы В том числе Вообще Все ли им обладают Да нет Только пока Утром Зас первый Кто отличился Но впоследствии Думаю все Обновят А Егис пропал Но вот теперь Нет этого самого А Егису Тим Спирит Остался лишь Только с цирву Как автолайфа Ну что Пойдут ли теперь Ликвиды Уверен ли они В себе Или уже нет Или еще нет Вообще Непонятная ситуация Все боятся Что они гем ждут Во многом Вот это все таки Очень нужный артефакт Кому-то там Сакр отлетит Это Эбисел Для Ликана Эбисел Вот сейчас Чуть попроще Будет проживать Есть БКБ Винга заходит Кстати говоря Видит Возможно Автерлайф Да ОД Дает кекс Сразу жмет БКБ Станчик Попадает Под двоим Майн контролл Разрывает Вместе с Вингой Здесь же Матумба Ман В БКБ Но его держат В рефрешере И еще разок В ульте В дизейбле Весь замес Ликантроп провел В дизейбле Ничего не смог сделать Фата тоже Находит тут сейчас Под дизейблем Тем самым В минус 4 Сделали идеальный Исполненный драк А теперь это просто идеальный Да Очень хорошо Под виженом Тринта Не дождались Ликвиды Без гема Нельзя Вас очень хорошо видно И преимущество Это использовали Ну конечно Матумба Ман Который не сделал В драке ничего Здесь Да и в принципе Ликантроп А что он сделает В 4,5 секунды Два раза Дважды по 4,5 секунды Ты стоишь Ну Я сказал Матумба Ман Майнд контрол Конечно Дарксир Он прям умер Вообще ничего Не завязав По-моему Слишком быстро Да Ликвиды пошли И ошиблись Почему ошиблись Потому что Ликантроп До этой драки Даже драка Было сложно Закупил себя Бислблейд А значит Что Правильно Денег на байбэк У него Нет 44 секунды Да Две как минимум Они должны терять Сейчас Топ-линию сломать нельзя Тир-2 Будет мешать Понятное дело Что в тронтаже Они пойти Просто не успеют Но две стороны Должны Точно забирать А дэма По товарам Мало Трамзес Подойти Трамзес Быстрее Будет справляться С этими делами Разобрали мид Пошли Вниз Камень Перебрать Ой-ой-ой Гирокоптера Куда увезли Такой разбежный герой Свапнули Серьезно Оооо Вот это исполнено Тем ликви Трамзес пытается съедаться Но нет И в итоге Только одну сторону Ну как так Как это вообще работает Джиракс Тайер спирити Это Да Это вот так вот Просто Это как оракул Одного Кэри беру На другого смотрю Третьего Под фонтан Засовываю Крутой спел Что еще сказать Саппорт С нетворсом Девять тысяч По факту С одним аганимом Убивает Шести слотового Гирокоптера Как С нетворсом Тридцать тысяч Как щенка Просто Засунул его Под фонтан Ну конечно С помощью венги Там какие-то еще Вакуумы потом были Но все равно Это Это кошмар Это даже не смешно Это похоже на Вот эти комбинации Что нави проворачивали Да Вот с Пуджом и Ченом Окей на фонтан Вот то же самое Сейчас исполняет Дабл дэмэдж Находит Ликан Ну будет разводить На байбэк Как минимум Ситуация Когда казалось В Ликвид проигрались Полностью Все опять-таки Переворачивается Потому что Гирокоптер погиб И сейчас он будет Разводить на байбэк Я думаю Рамзес немного не ожидал Потому что Ну не пойди Он вот так близко Все-таки он пошел Вот здесь вот Фактически уже Если бы он пошел Аккуратненько Снизу Сейчас будет байбэк А Трамзеса Должен быть Не будут же они Третью сторону отдавать Им сейчас снесут Моментально Заходят Трон Блинку сбивают У Дэна на блинке Уходят Никс закапывается Просто побили Трон Да байбэк на гирокоптере И все уходят Байбэк на гирокоптере Лишает вам возможности Купить А что если еще раз Его в камень Вот так вот спрячут В следующей драке Он просто будет стоять Ну да Не надо идти под фонтан Да Так ну что У нас гем есть Наконец-то у венги И вот теперь как раз Начинают все варды Разбивать Сервера свои бы поставить Венги нужно куда-то Тебе тут очень Немного Свафнуть Вообще все видно Было прекрасно Матумба мэн Сваф очень неплох Горда Оверграл Первый есть Есть репрессер Не забываем Ну и пока никто Не пострадал Но теперь страдают После ультимейта ОД Минус два моментально Правда Трэнд погиб Сразу же байбекается Есть у него Рефрешер Есть у него еще один Оверграл Но драка пока без него Трэнты нужно срочно подходить Пошел Матумба мэн Пытается и Трамзеса Он без байбека Нужно засейвить Трамзеса Все закончился Ультимейт Фрустафет здесь Несчастного Ликантропа Бежит за ним Никс Ассасин Бегут за ним все Промазывают Боже мой Как же больно Залетает Болдер Здесь уже Эрспирит Который байбекнулся Вытягивает Ликана Из драки Говорит Остановись Дай я тебя спасу В этот момент Очень битый Кирокоптер Его стрельбят И Паком Лоу хп Как же больно ОД Себя еще спрятал И ОД Ушел Все Закончился Магнетайз Однако еще Дарксиро Пинает КОД Нежели не отпустит Айсберг Что делать Астралы Жить Хочется Майн контрол Сайдшелм До конца БКП Айсберг Лоу хп 60 60 хп Жить 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 На блеске Уходите Живет Айсберг Живет Схида И на разворот Еще драться Что ли Закатил Ничего себе Что за Игра Что за Чудесный Герой Земля Эбисал Слайв Бейна Минус бейн Бейн байбекает Сортификация Нету Матумбэмен Ломает Матумбэмен Не погиб В драке И вот так Были близки К тому Чтобы забрать Все на лоу хп Оставались И не добили Это кошмар Какой-то Заходит УД Без байбеков Флай Забираю УД Начинает Бить Несчастную Землю Нет БКП Нет ничего Айсберг Нужно бежать Уводить противника От своей базы Потому что будут Мега крипы Хиксует Фату Здесь Джеракс В камень Превращает И пошел Отсюда Подальше Просто подальше Пока мы будем Ломать себе трон Гуд гейм Волслейт Я ставлю 10 баксов Мы их увидим На мейджере Очень сильная Штука Оказалось Ну действительно Заруинил Мкатку В конце Вот этот вот Врыв под фонтан Гирокоптера С помощью Аганима Эрспирита Но в целом Ликвиды Красавцы В очередной раз Они Вот эти вот Перевороты Все переживают И выигрывают Игру Казалось бы Против Тринта С Аганимом В такой же Тяжелой ситуации Аеги С Байбеки Все было И Тим Спирит И Они проиграли Проиграли Потому что Есть сломанные герои В доте оказывается